В обновленный состав городской общественной палаты вошли 27 человек. Это депутаты, представители сферы образования и общественных организаций города, деятели культуры. Предыдущим составом достигнуто немало положительных результатов. Именно общественная палата выступила инициатором создания новых институтов местного самоуправления, общественных советов микрорайонов Самары. Сейчас их в городе 85, в них работают почти 2000 человек. Без учета, в широком смысле этого слова общественного мнения, очень трудно выработать правильное решение, которое бы устраивало большинство. Здесь, опять же, власть единолично не может эту задачу решить. И вот как раз общественные формирования, палата, в первую очередь общественная, должны эти темы обсуждать, предлагать решение и совместно с нами реализовывать. Сейчас в городе идет большая работа по благоустройству. В самом разгаре строительство школ, детских садов и новых спортивных объектов. Развернулся масштабный ремонт дорог. Донести подробную информацию о работе властей – одна из основных задач общественной палаты. Для этого ее участники будут тесно сотрудничать с городскими департаментами. Было бы очень неплохо, если бы у себя в составе департамента имели одного человека, к которому можно обратиться всегда для подготовки вопроса более широкого рассмотрения в департаменте. Первые предложения по сотрудничеству уже поступили. Участники профильной комиссии по образованию и науке предлагают после всероссийского конкурса «Учитель года», который в этом году пройдет в Самаре, организовать форум педагогических инициатив. Задача этого форума – выстроить как вертикальную линейку и собрать на одной территории победителей профессиональных конкурсов, лидеров общественного мнения. Мы хотим их собрать на единой площадке для того, чтобы прошли круглые столы, дебаты, мастер-классы. Идею глава города поддержал. Провести масштабный форум планируется в декабре. Также, чтобы установить более тесную связь с жителями города, участники общественной палаты обратились к коллегу Фурсову с предложением создать сайт, куда самарцы могут обратиться по волнующим их вопросам. Это предложение также одобрено. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События.